Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня без фанатизма. И на нашем канале вы найдёте много низкокалорийных рецептов, с помощью которых можно похудеть. Сегодняшнее блюдо отлично подходит для тех, кто хочет избавиться от лишнего веса, без срывов и мучительного голода. Даже маленькая порция этого блюда подарит вам сытость до следующего приёма пищи. Начинаю готовить. Мне понадобится 2 средних луковицы весом 230 грамм. И я их мелко нарежу. 10 грамм сливочного масла жирностью 82% добавляю в сковороду. Ну, это маленький вот такой кусочек. Я часто использую для приготовления блюд сливочное масло, потому что в нём гораздо меньше калорий, килокалорий, чем в растительном масле. Потому что животные жиры необходимы организму, ну, естественно, в нормальных количествах. И потому что оно вкусное. И включаю небольшой нагрев. Нарезанный лук отправляю в сковороду. Туда же добавляю воды миллилитров 50. Перемешиваю и готовлю под закрытой крышкой на небольших температурах. Затем одну крупную морковку, весом 200 грамм, мелко нарежу. Нарезанную морковку добавляю в сковороду с луком. Пару зубчиков чеснока, 10 грамм, также нарежу и добавлю в сковороду. Все перемешиваю и продолжаю готовить дальше под закрытой крышкой. По мере необходимости можно понемногу добавлять воды. Затем мне понадобится две небольшие картофелины. Две картофелины на 170 грамм, то есть очень это мало. Картофель очень богат калием, что важно для органов сердечно-сосудистой системы и других полезных веществ. Поэтому совсем исключать картофель не стоит. Я уже убедилась об этом. В этом за все время своего похудения. Немного картофеля не только можно употреблять, но и нужно. В таких количествах он будет полезен. Картофель я также мелко нарезаю, для того, чтобы он распределился по всему блюду. Перемешиваю и продолжаю готовить под закрытой крышкой. Все очень быстро готовится. Все нарезается и тут же отправляется в сковороду. Следующий ингредиент. Куриное филе без кожи. 300 грамм. Его я также мелко нарежу. Нарезанное куриное филе добавляю в сковороду к овощам. Перемешиваю. Продолжаю готовить под закрытой крышкой. 400 грамм грибов. У меня шампиньоны замороженные. Можно свежие, можно замороженные. Можно заменить кабачками, тыквой, баклажанами. То, что у вас есть. Грибы я мелко также нарежу. Вот так вот просто подрубила. Теперь солю по вкусу. Добавляю по щепотке молотого кориандра, паприки с дымком и немного черного молотого перца. Все перемешиваю и готовлю 5 минут под закрытой крышкой. Прошло 5 минут. Теперь добавляю сюда 200 миллилитров горячей воды. И 2 столовые ложки 20 грамм овсяных хлопьев, которые нужно 5 минут варить. Все перемешиваю и готовлю еще 5 минут. Прошло еще 5 минут. Все готово. Свежую зелень мелко нарезаю. У меня укроп и зеленый лук. Добавляю зелень в сковороду. Все готово. Все перемешала окончательно. Нагрев выключаю. Накрываю сковороду крышкой. И даю блюду настояться, отдохнуть минут 5. И можно будет уже подавать. Оставшаяся жидкость впитается в овсяные хлопья. Блюдо будет через 5 минут более пышное. Красота. Когда блюдо отдохнуло, настоялось. Смотрите, на сковороде не осталось буквально никакой жидкости. Все впиталось в овсяные хлопья. Остатки жидкости впитались. Сока вот этого овощного, мясного. Все прекрасно приготовилось. И пищевая ценность вот этой всей сковороды, всей буквально, всего-навсего 869 килокалорий. Блюдо получилось насыщенное, сочное. Куриная грудка вкусная. Вот постоянно готовим, в основном нарезаем куриную грудку крупным, крупным куском. Но уже как бы надоело, захотелось чего-нибудь помельче. И вот мелко рубленная куриная грудка, она придаёт блюду особый вкус. Более насыщенный, более выраженный. Овсяные хлопья соединяют это блюдо всё вместе, все ингредиенты. Придают такую небольшую соусную вязкость. Вот такая вот красота у меня получилась. Я уже попробовала, не выдержала. Это очень вкусно. Это можно есть каждый день. И на завтрак, и на обед, и на ужин. На ужин такое блюдо можно есть за 4 часа до сна. Из-за того, что там есть сложные углеводы, овсяные хлопья и немного картофеля. За 4 часа до сна это будет самое то. И теперь самое главное. Пищевая ценность вот такого блюда, прекрасного, вкусного, сытного, на 100 грамм всего-навсего 82 килокалории, друзья. Это более чем замечательно. Блюдо очень вкусное, очень насыщенное. Обязательно вам понравится. Можно добавлять любые овощи, те же помидоры, если, допустим, вам можно что-то менять по своему вкусу. Это, так сказать, базовый рецепт, универсальный, который можно подработать под себя. Ну вот и всё, друзья. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока!